Психологическая таро Что это такое? Таро называются еще эти карты арканами, и можно взять внимание и перевод этого слова как арка. Арка как вход, переход, открытие, открытие каких-то неизведанных, непознанных территорий и пространств. Но в самом деле речь идет о пространствах и территориях наших родных, родных в нашей душе, просто в которые мы еще, возможно, либо не заглядывали, либо смотрели на это, ну и совсем понимая вообще, куда мы смотрим что-то такое. Арканы таро чем интересны? Тем, что они являются фактически азбукой нашего подсознания. Наши подсознания, значит они имеют непосредственную связь с нашей душой. И благодаря тому, что мы можем взаимодействовать с арканами, мы начинаем считывать тот язык посланий своей души, который раньше для нас был непонятен. Еще можно сказать, что арканы таро – это также язык нашего высшего Я, знания. Такой вот язык знаков, символов. Ну вот то, что касается непосредственной связи с психологией. Психо – это душа. Понятно здесь. И в следующий момент, арканы таро, по большей степени большие арканы таро, они представляют законы Вселенной, законы бытия, которые каждый человек, каждая душа проходит в какой-то период своей жизни, в той или иной степени интенсивности. И, соответственно, зная эти законы, понимая, в чем их суть, в чем их глубинный смысл, можно начинать обретать такую мудрость глубинную души, которая позволит нам легко с пониманием проживать те или иные периоды своей жизни, проживать те или иные уроки, не просто их проживать, а осваивать их для того, чтобы переступить на новую ступеньку своего роста, развития и индустрии души. А в чем еще особенность таро, как психологического инструмента и инструмента самопознания? Есть такие два очень важных момента. Во-первых, второе. Запечатлены основные архетипы. И если вы не проживаете полностью один из этих архетипов, то, соответственно, вам очень сложно перейти в следующий. Здесь есть определенная связь, определенная последовательность. И таким образом, если неправильно или недостаточно прожить какой-то детский период, то человеку сложно проявляться и осваивать взрослые состояния. И второе представлены такие архетипы, как ребенок, родители, пара, бабушка и дедушка. Все эти архетипы, они присутствуют в таро. Соответственно, присутствуют различные событийные какие-то моменты. Вот. Второй очень важный такой момент, который представляет ценность самого даро, это то, что в нем соединены два аспекта – мужского и женского. Мужской аспект проявляется в том, что даро имеет очень четкую структуру. Арканы меняются и имеют логическую цепочку переходов и последовательностей. А женский аспект состоит в том, что в них запечатлены и образы, и символы, которые способствуют активации каких-то ассоциаций и включений душевных, эмоциональных наших связей для того, чтобы начинать познавать и понимать, что вообще происходит с ним. И вот, собственно говоря, вот этот набор особенностей даро, он позволяет максимально точно проявить именно те моменты на сегодняшний день, вот в ваш период какой-то жизни, те моменты, которые для вас актуальны. Если вам актуально себя проявлять, да, если вам актуально перейти на новое что-то, на новый уровень, на новую работу, на новых партнеров, либо, если вам актуально наоборот, какой-то период времени побыть в покое, обдумать, да, свой предыдущий период жизни. То есть это может быть самый разный период, и очень важно понимать, что вообще происходит с вами, для чего это происходит, и также можно видеть, почему это вас готовит. Да? И в этом смысле ценность вторую именно в том, что оно очень чётко попадает на те моменты ваши, конечно, которым вы готовы открываться, проявляет именно важные, необходимые ваши струны души, которые нуждаются сегодня в вашем внимании. И в чём ещё раз особенность этого курса? На курсе мы будем изучать, проживать через разные техники, упражнения, знакомства с этими арками, новыми пространствами, да, своей души. И таким образом вы сможете видеть закономерности, которые включаются у вас. Вы сможете увидеть причинно-следственные связи в многих моментах. Вы сможете увидеть, где и как вам лучше по-другому посмотреть на ситуацию, поменять фокус внимания или вообще вот ракурс видения какого-то, да. И, собственно говоря, в этом и будет проявляться вот эта возможность, этого курса того, что в чём вообще вот сам себе психолог, да. Потому что вот благодаря этим упражнениям, которые мы будем с вами проходить, можно будет для себя многие вещи вот в повседневной жизни находить ответы, находить какие-то правильные решения. То есть такой помощник, инструмент, который будет помогать вам в вашей повседневной жизни лучше чувствовать себя, быть увереннее где-то, да. Таким образом мы сможем изучить вот арканы Таро в общем плане и через проживание их видений в своей жизни не только как предсказательного Таро, но также как и такого Таро, который помогает нам находить правильные решения и ответы, да. То есть такой помощник, такой хороший инструмент для нашего развития. И таким образом вот можно сказать очень уверенно, что этот курс, он будет и полезен, и интересен и для тех, кто только хочет познакомиться с Таро, и для тех, кто уже знаком с ним, но хочет расширить свои знания, прожить арканы по-другому, увидеть их немножко с другого стороны, увидеть их как своих таких помощников, очень хороших. И также для практикующих психологов, для овладения этим замечательным инструментом и использования его в консультировании клиентов. До новых встреч, и в следующем видео я расскажу вам о том, как научиться слышать свою интуицию с помощью Даро. Субтитры подогнал «Симон»